Друзья, всем привет! В этом видеоролике я хочу с вами разобрать такую потенциально коварную и в тот же момент выгодную тему, как кредит ради скидки. В 2021 году она стала как никогда актуальна, потому что цены летят вверх, многие хотят купить автомобиль хотя бы по розничной цене, но приходя к официальным дилерам слышат, нет, покупая за наличку вы получите плюс 100 тысяч рублей к прайсу, либо воспользуйтесь кредитом ради скидки. И у многих возникает вопрос, а какую скидку я получу, если соглашусь на эти махинации? Вот в этом видеоролике я вам прям дам четкие цифры, чтобы вы понимали, сколько вы выгодаете, если покупаете автомобиль, например, за миллион рублей. Полтора, два, три, пять, десять. Я вам дам ясность, чтобы вы уже могли по калькулятору бить и считать вашу выгоду. В этом же видеоролике я вам покажу живые расчеты и покажу, куда нужно смотреть, какие цифры нужно складывать, чтобы вы понимали, что у вас действительно есть выгода, а вас не обманывают. И также покажу, как очень часто людей обманывают. Для чего вообще нужен этот ролик? Сегодня кредитование на каждом углу. На каждом углу вам обещают грандиозные скидки, возьми только кредит. Постоянно идут какие-то споры. Взял кредит, завтра закрыл, все, на тебя наложат санкции, тебе напишут штрафы, дилеры подадут на тебя в суд. Люди рассказывают, что ты закрыл на следующий день, все, ты попал в черный список. Вот я вам, как человек, который этим независимо занимается, постараюсь показать все с другой стороны, с плюсами и минусами. А вы, посмотрев внимательно ролик, уже будете понимать, как это все работает. И примите для себя решение, надо оно вам или нет. Запомните одно самое главное правило. Если вы не хотите проблем с кредитом, никогда не берите кредит. А если уж вы втягиваетесь в эту авантюру, то знаете, как этими финансовыми инструментами правильно пользоваться. У меня дома, наконец-то, на балконе начался ремонт, поэтому этот ролик я записываю в маленькой комнате. Немножко я подпростыл, по голосу, возможно, это слышно. И давайте в этом ролике я вам просто простыми словами, без терминологии, чтобы каждому было понятно, все детально объясню. Давайте начнем с первого вопроса. Откуда вообще берется эта скидка за кредит? С какого фига вообще она нарисовывается? Вы берете кредит ради скидки, вам какую-то еще выгоду дают? Откуда, как вообще, откуда это берется? Значит, смотрите. Когда дилер продает вам автомобиль, его задача как ключевая? Продать вам машину. Он видит то, что вы хотите сэкономить, а ему хочется сделать дополнительную продажу. Как они делают в этом случае? Предложение идет следующее. Давайте возьмем кредит, в который вы заходите с минимальным первоначальным взносом. Например, машина стоит там миллион двести пятьдесят. У вас будет минимальный первоначальный взнос там двадцать процентов, пусть это будет двести пятьдесят тысяч рублей. И вы миллион рублей берете в кредит. Всегда стараются зайти с минимальным первоначальным взносом. Почему? Чем больше сумму вы берете в кредит, тем больше так называемые комиссионные выплаты от банка к салону. То есть, салон, продавая вам автомобиль, привлекает сюда в сделку банк. Банк говорит, если ты нам найдешь живого клиента, который будет пользоваться кредитом, соответственно, мы дадим тебе комиссионную выплату. Таким образом, заходя в этот кредит, банк дает салону комиссионную выплату. И вот некоторые автосалоны, которые хотят продать машину, могут этой комиссионной выплатой поделиться с вами, тем самым дав вам скидку на автомобиль. Вот какая это будет скидка? По моим подсчетам и по моим наблюдениям, с 1 миллиона рублей у вас выгода получается 40-50 тысяч рублей чистыми. 2 миллиона взяли, это будет 80-100 тысяч рублей. И вот по такому принципу выше, выше, выше. Вот эта скидка, выгода для каждого своя. Кто-то ради 50 тысяч готов во все это вписываться, кто-то не готов. Но здесь подводим первую черту. С каждого миллиона рублей честных вы можете выгодать 40-50 тысяч рублей. Какие здесь подводные камни могут быть? Ну, в первую очередь, при кредитовании вам по-любому нужно будет сделать полис каска. Я знаю, вы скажете, от можно отказаться от каска, там поднимется ставка. Здесь смысл в следующем. Когда вы будете брать кредит, практически все сейчас банки настаивают на том, чтобы вы автомобиль застраховали. Есть люди, которые принципиально не хотят страховать свой автомобиль. Есть люди, которые видят, что дилер говорит, каска будет стоить 100 тысяч рублей, а на стороне она стоит 50 тысяч рублей. Ну, к примеру, как быть в данной ситуации? Здесь нужно сразу все договоренности вести напрямую с менеджером. Вот, например, мы недавно покупали Nissan. Там тоже был кредит ради скидки, и человек принципиально не хотел делать каску. Но ему его насчитали на 80 тысяч рублей. И выгода за кредит была тоже примерно 80 тысяч рублей. Что мы сделали в этой ситуации? Мы договорились сразу с менеджером салона так, что мы покупаем автомобиль, и на следующий день после сделки человек отказывается от каска, и ему в полном объеме ее возвращают. 14 дней на все про все есть. Таким образом, человек получает обратно свои деньги, и при этом остается с живой скидкой. Вот для того, чтобы у вас не возникло никаких проблем, чтобы вам дилер не звонил, не говорил, вот вы от чего-то отказались, все это нужно сразу фиксировать. Вы не должны подписывать никакие доп. соглашения, где отдаете свое обязательство, не отказываться от страховых услуг в виде каска. Страховка жизни и габ страхования я ставлю на потом. Это тоже бывает, это тоже как подводный камень. Это я вам покажу с живыми расчетами. Процентная ставка. В таких схемах, как правило, процентная ставка всегда выше. Бывает ситуация, что человек хочет взять кредит ради скидки, видит ставку 15% и говорит, да вы что, да это же обман, вы что меня дурите. Всем дают по 7-8%, а вы мне в 2 раза больше ставку впихиваете. Кредит ради скидки подразумевает так, что вы сегодня взяли и в первый день-два закрываете кредит. Соответственно, ставка 15-17%, в среднем это вот такие ставки, 40-50-100% таких ставок не бывает. Даже чаще это 12,7-15% в этом диапазоне. Вы за 1-2-3 дня пользования кредитом отдадите, я по максимуму назову, 5 тысяч рублей. По максимуму 5 тысяч рублей, а в среднем это 2-3 тысячи рублей. Соответственно, на ставку особо смотреть не нужно. Важно лишь понимать, что вы должны кредит закрыть досрочно, а не так, что вы взяли его с выгодой и потом решили, что вы будете весь срок его платить. В такой ситуации лучше делать другие расчеты, которые будут как раз выгодны под вас с точки зрения всего срока выплаты кредита. Вот скажите честно, вы замечали за собой такое, что когда покупаешь новый автомобиль или автомобиль с пробегом, или просто им владеешь там несколько лет, в какой-то момент бывает так, что хочется что-то купить на машину из автоаксессуаров. Какие-то сайты начинают вылетать, что-то в инстаграме, в социальных сетях. Но на самом деле достаточно залететь по ссылочке в описании в первом закрепленном комментарии на Е-каталог. Показываю на живом примере главное, авто и все разделы. И вот сейчас вы будете в шоке, потому что здесь просто куча полезной информации. Шины и диски, авто масла, автоаксессуары, автозвук, доп. оборудование. Друзья, здесь есть просто-напросто все. И на Е-каталоге в разделе авто вы можете залипнуть на час-другой. Вот что бы вы не захотели, видеорегистратор, пожалуйста, заходи, смотри. Диски хочешь себе на машину, пожалуйста. Лопата нужна, впереди зима, кто-то живет на севере, мало ли сломал и своя. Все есть. Самое главное, что нужно смотреть доставку. Доставка есть по всей России. Есть возможность зарегистрироваться, я это сделал давно. Регистрация простейшая, но у вас появляются крутые фишки, у вас появляется личный кабинет. Так, например, можно создавать списки желаний. Например, что вы хотите купить. Даже были подарки, которые я подбирал своим родным и близким на Новый год 2020. Камеры, у меня прям есть отдельный раздел YouTube. Покупал я здесь также себе шины, чайник, кофемашину. Все смотрел через Е-каталог. У Е-каталога есть крутая фишка, как динамика цен. Таким образом, вы будете перестрахованы, что скидка, которую вам заявляют, она реальная. Что не было такого, что вчера подняли цены, сегодня опустили и типа вот она тебе скидка. Можно почитать отзывы на Е-каталоге. Можно посмотреть обзоры на эти товары, которые вставлены уже непосредственно с YouTube. В общем, здесь есть все. Вам не нужно прыгать куда-то, что-то смотреть. В Е-каталог пришел, нашел, почитал, выбрал, где покупать. Где покупать, пожалуйста. Открываешь раздел и прямо идет список предложений от официальных магазинов, где какая цена. Можно выбрать по цене. Не забывайте о том, что у Е-каталога крутая фишка, что они дают прямые ссылки без каких-либо наценок. Это важно понимать. Поэтому переходите по активной ссылочке в описании и в первом закрепленном комментарии. Порадуйте вашего железного коня новым крутым автоаксессуаром. А вот сейчас самое время показать вам прям живой расчет из последнего. Друзья, я прямо вам от первого лица сейчас все покажу, детально расскажу. Давайте я вам приближу. Вот эти цифры, выведу вам их на экран, чтобы это все было читаемо. У нас здесь пример с расчетом BMW X5. Да, машина дорогая, но это не имеет никакого отношения к нашим расчетам. Здесь цифры вы сможете подставлять под себя. Моя задача вам показать, куда смотреть. Вот сейчас слушайте внимательно. Розничная цена этого автомобиля на момент сделки 6 миллионов 831 тысяч рублей. На X5 сейчас скидок особо нет. А у нас, смотрите, стоимость автомобиля 6 миллионов 499 тысяч рублей. Откуда взялась скидка? Рассказываю. Первое. Здесь минус 150 тысяч поддержка за трейд-ин. Запомнили. Но при этом еще у нас 182 тысячи рублей откуда-то донарисовалось. Вот давайте разбираться, как это работает. Обращаю ваше внимание. Первоначальный взнос у нас 2 миллиона рублей. Это 30%. Опускаемся чуть-чуть ниже. Страхование жизни ноль. Каска ноль. Каска идет отдельно у нас. То есть мы его в тело кредита не включали. Прочие страховые услуги тоже ноль. У нас процентная ставка 13,8% на 60 месяцев. Ежемесячный платеж 105. Если сейчас все эти параметры начать и сверять, то у нас все будет совпадать. И самое главное, сумма кредита 4 миллиона 499 тысяч рублей. Если мы сложим 2 миллиона и сумму кредита, у нас получается 6 миллионов 499 тысяч рублей. Таким образом, вот в этом расчете видно, что взяв такой кредит и закрыв его на следующий день, вы получите дополнительную выгоду в виде 182 тысячи рублей. И вот для наглядности вам показываю другой пример, где уже посчитано не в пользу клиента и какой-либо скидки нет. Вот смотрите. Volkswagen Tiguan. Цена автомобиля 2 миллиона 695 тысяч рублей. Первоначальный взнос у нас 1 миллион. Кредит просили сделать с остаточным платежом. 36 месяцев. Ставка 10,9. Но сумма кредита 1 миллион 964 тысяч. На 270 тысяч рублей больше, чем нужно. Здесь зашито следующее. Вот каска, габ, кипиай. Вот видите, не расписано, что почем. Но я знаю, что каска стоила 70 тысяч рублей, а габ страхования примерно 120 тысяч рублей. Страховка жизни тоже 80 тысяч рублей. В данный момент я монтирую ролик. И мне всегда боязно делать такие сюжеты, потому что я думаю, блин, ввожу людей в заблуждение. Не пойму, цифры озвучиваешь. Друзья, поймите одно. Есть расчеты по кредиту. И самое главное, понимать, какой у вас первоначальный взнос, какая сумма кредит. Вот эти цифры складывать. Очень часто люди ищут подвох не там, где он зарыт. Начинают искать его в кредитном договоре. Пытаться какой-то пункт найти, где будет написано что-то из серии. Взяв кредит, вы нам должны заплатить 100 тысяч рублей, и мы вам за это ничего не сделаем. Но примерно так. Как говорится, хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место. И вот в расчетах. Самое главное, чтобы везде все было расписано. Чтобы вы знали, какие расчеты вам должны предоставить. Чтобы этот график был полный. Потому что бывает такое, что менеджер пишет следующее. Он пишет ценник автомобиля, он пишет процентную ставку, ежемесячный платеж. Все, мол, вот вам расчеты по кредиту. Если вас эти цифры устраивают, подписывайтесь. Вот такие расчеты, они на самом деле элементарные. Это должны быть задачи серии 9 класс, 11 класс, заканчивающие. Не вот эти формулы расписывать. А вот, реши задачу, как купить честный автомобиль, сколько чего здесь зашито. Но самое главное, чтобы вы понимали, какие цифры вам нужно складывать, куда смотреть. И вот в этом сюжете, я надеюсь, в этих расчетах мне удалось до вас это донести. Двигаемся дальше. Вот я вам показал пустой кредит. Бывают такие же кредиты, где будут еще страховки жизни. Очень важно, друзья, понимать, очень важно. Включили их вам плюсом к цене или вам их частично компенсировали. Бывает такое, что человек говорит, я хочу кредит платить. Ему говорят, смотри, мы тебе вкинем 150 тысяч страховку жизни, но мы тебе сможем ее компенсировать и сделаем минус 120 тысяч рублей от цены автомобиля. Таким образом, вы, получается, отдаете больше на 30 тысяч рублей. Но при этом вы получаете пониженную ставку. Она будет не 14,7, а, например, 9,7. И вот здесь на калькуляторе нужно посмотреть, какая реально выгода для вас будет на перспективу всех выплат. И бывает такое, что в такой ситуации, когда вам компенсируют, вам действительно может быть выгодно. Если же дилер вам ничего компенсировать не собирается, вам эта страховка жизни, пониженная ставка никакой выгоды не даст. Проще взять вот 14,7. Каждая покупка автомобиля, она каждая индивидуальна. И на самом деле просто нужно взять все расчеты и посетить, посмотреть внимательно. Делов от неподготовленного человека 30 минут. Сел спокойно в них, взял ручку, посчитал графики, посмотрел по платежам и принял для себя решение, где выгоднее. И не забывайте, что в инстаграм-канала я регулярно выкладываю сторис, где показываю, вот есть машина с такой-то розничной ценой. За наличку можно ее забрать так. С кредитом ради скидки может быть дешевле, можно с трейдином, можно кредит, который платить. Поэтому подпишитесь, отписаться вы всегда успеете. Мало ли какая-то машина вас заинтересует. Или же просто будете иметь в виду, почем сейчас нынче автомобили продают. Многие подписаны, регулярно отправляют реакции, пишут комментарии серии «Охренеть, как цены растут». Возникает вопрос. Ну хорошо, мы оформились, что делать дальше? Как правильно кредит закрывать? Вот здесь идет два момента, такие два спора. Одни говорят, если кредит закрыть на следующий день, то ты автоматом попадаешь в черный список банка, потому что банк увидел, что он дал комиссионные выплаты, а ты там не стал его платить, то бишь на тебе не заработали. И может такое быть? Может такое быть. Официального ответа на эту информацию нет, потому что любой банк на эти вопросы вам никогда отвечать не будет. Позвони, спроси, могу я закрыть кредит досрочно? Если это не какая-то там спецпрограмма, то вам банки скажут «Да, можете». Кредитный специалист, когда вы оформляетесь по кредиту, то же самое, если это не дурак. Потому что бывают реально откровенные дураки, которые сами не знают, что несут, но с умным видом доказывают, что вы не имеете права закрыть кредит досрочно. По закону вы его закрыть досрочно можете. Но здесь есть хитрый ход, который вам, скорее всего, предложит менеджер. На следующий день вы закрываете 95% долга. Пусть это был 1 миллион рублей, которые вы взяли для простоты счета. Вы едете, заносите 950 тысяч рублей, и у вас остается хвостик в 50 тысяч рублей, который вы несколько месяцев поплатили, и на третий месяц, например, его спокойно закрываете. Для чего? Таким образом вы не нарушаете условий банка. То есть это такая хитрость, игра с законом, игра с правилами банка, с алгоритмами, как угодно можете называть. Вы сделали частично досрочное погашение. С 50 тысяч у вас будет идти там маленький процент начисляться. Все это тоже можно посмотреть. Есть сайты-калькуляторы, куда вы можете прям вбить цифру 50 тысяч рублей на 36 месяцев, подставку 14,7, и вы увидите, сколько за каждый месяц платежа вы будете давать процентов. Цифры будут приятные. И вы уже понимаете, сколько вы переплатите. Это для того, чтобы рассчитать полностью всю выгоду. И таким образом, через 2 месяца вы приходите, спокойно закрываете кредит, и, как считают многие менеджеры, что вот тогда вы ни в какой черный список не попадете. Поэтому имейте в виду, что вот так сделать можно. Но не забывайте об одном. Часто люди пишут в комментариях, вот возьмешь, потом будут проблемы. Те, кто идут на кредит ради скидки, у них есть деньги. И этот кредит им нужен исключительно, чтобы получить выгоду здесь сейчас. Дадут ему завтра кредит на телефон, его это не волнует. Он не хочет его брать. Он хочет воспользоваться этим инструментом, чтобы сейчас сэкономить при покупке нового автомобиля. И не более. Все вот эти расчеты вам могут сделать дистанционно. Для того, чтобы их получить, получить полное вообще предложение по автомобилю, не обязательно ехать в салон. Начнете звонить, вам все будут говорить. Мы сейчас все сделаем круто, мы здесь самые лучшие, у нас самые лучшие продажи. Ну, стандартная история. Приезжайте, будем считать на месте. И так вот можно целыми днями кататься, доехать до дилера, потратить время. Друзья, это все очень много времени уходит. Вы это все можете запрашивать напрямую. Но, как правило, напрямую. Если менеджер хитрый и он хочет вас обмануть, это, поверьте мне, у нас это просто будет нервы для вас. И пустая трата времени. Но если вам присылают сразу честные расчеты, ну вот, пожалуйста, как можно дополнительно 50-100-150 тысяч рублей выгодить. Не забывайте о том, что от каска вы можете отказаться. И потом купить каска на стороне выгоднее. Или же изначально найдите сразу ценник каска, который в вас устроил, если вы хотите сами застраховать автомобиль на первый год. И озвучите его. Скажите, вот вы мне там за 90 тысяч каска предложили, а я нашел там в такой-то страховой за 60 те же самые условия. Если вы их подобьете, я сделаю каску и отказываться от нее не буду. С большой вероятностью вам могут дать те же самые цифры. И не надо вам ни от чего будет отказываться. Итак, подводим итог. Кредит ради скидки, как инструмент финансовый, действительно рабочий. Это действительно существует, и вы действительно можете получить свою выгоду. Главное понимать, что вас никто не обманывает. И самому понимать, куда смотреть, какие цифры складывать. Если в расчетах вы видите выгоду для себя, и она вас устраивает. Вам озвучили условия, как вы будете закрывать кредит. Вам озвучили условия по поводу отказа от каска. Если вдруг вам воткнули страховки жизни, и их также частично компенсировали, такое тоже бывает. Не забывайте, что вам могут дать на подписание доп. соглашение, на основании которого вы не должны отказаться от страховки жизни. Иначе дилер вправе будет от вас требовать возврат через суд. Потому что здесь вы, с одной стороны, тоже нарушаете условия договоренностей. Вам вкинули добровольные услуги страхования, с учетом того, что вы не будете отказываться. И вам дают дополнительную скидку, а вы отказываетесь. Они могут подать в суд. То бишь, вы сами подписывайтесь под тем, там прям черному по белому будет написано, что я Иванов Иванович. Договорился, ну простыми словами, договорился с дилером, что мне сделают скидку. И я не буду отказываться от добровольных услуг страхования. А если откажусь, то я буду обязан их там возместить в такой-то сумме. И вы ставите под этим подпись. Поэтому надеяться на чудо не стоит. Хотя это чудо иногда случается. Люди отказываются. И им дилеры ничего, никаких там претензий не делают. До суда дело не доходит. Но повезет ли вам в этой ситуации, вот остается вопрос. Должны быть в курсе. Поэтому, друзья, пользуйтесь на здоровье. Внимательно смотрите. Если вдруг что-то у вас не совпадает, задавайте вопросы. Доверяться из серии, что вам пообещали одно по телефону. Вы приехали и ничего не перепроверяете, не стоит. За всем этим делом нужен глаз да глаз. Сделку ведет менеджер. Сделку ведет кредитный специалист. Потом вы приходите, там вообще совсем другой специалист приходит от банка. Который на сделке может вам включить в тело смс-информирование. Какую-нибудь еще там услугу от банка. За всем этим нужно постоянно смотреть и читать. Но речь идет о ваших деньгах. Хотите сэкономить? Пожалуйста. Не хотите сэкономить? Вы можете купить автомобиль там по рознице, с наценкой. Ну, какую машину вы сейчас найдете. В общем, я надеюсь, что рассказал вам все детально, откровенно, по-честному. Как это, по крайней мере, сейчас работает. Если что-то непонятно, корректно задавайте вопрос. Буду читать комментарии. Постараюсь кратенько на каждый вопрос ответить. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Пишите ваше мнение в комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока.